Восемнадцать часов в Одессе в прямом эфире седьмого новости в студии Екатерина Поденежная. Здравствуйте. Мирная акция у мэрии переросла в стычки с полицией. Одесситов, которые выступали против городского головы, не пропустили к свободному микрофону. К счастью, обошлось без жертв. С места событий сюжет Кристины Немченко. Ань-бам! 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 По периметру полицейские. Перед входом в городской совет нацгвардейцы и спецотряд полиции. У мэрии с утра около 800 протестующих. Все они с плакатами и лозунгами. Люди недовольны. Вчерашний ливень вызвал коллапс, а городские власти бездействовали. А вот вчера мы увидели полностью заботу городских властей о нашем городе. Плиточка сделится, это хорошо, но город утонул. Коллапс полный был вчера. Слава богу, обошлось без жертв. После непогоды город до сих пор не начали приводить в порядок. По словам протестующих, это очевидно, ведь все коммунальщики сегодня тоже на Думской с флагами. И у них своя миссия – хвалить мэра. Сегодня пострадали принципы демократии, потому что людей, которые поддерживают Труханова, привезли сюда насильно. Вы посмотрите, город не метется, все дворники здесь, все коммунальные службы здесь. У мэрии даже установили свободный микрофон. Но свободным он был лишь для тех, кто доволен городскими властями. Людей, возмущенных действиями мэра, к трибуне не подпускали. Попытки прорваться переросли в стычку с полицией. Я не знаю почему. Потому что, наверное, я из пирного пикета, а не из Трухановского митинга. Я не доверяю делам, поэтому меня можно обзывать матом. Высказаться общественникам все же удалось. Те привезли колонки и организовали свой свободный микрофон. Кристина Немченко, Алексей Пережилин, Седьмой канал. В Одессе во время ремонтных работ погиб мужчина. Это случилось на проспекте Академика Глушко на крыше ресторана «Аквамарин». В тот момент, по словам очевидцев, оборвался высоковольтный провод напряжением 110 тысяч вольт. Люди говорят, мужчина получил разряд, а в результате ожоги всей поверхности тела. Уже в больнице от полученных травм парень скончался. На крыше ресторана «Аквамарин» на Академика Глушко несколько человек пытаются помочь 22-летнему парню. Очевидцы рассказывают, около половины 11 утра прозвучал громкий хлопок, после чего на кровлю упал человек. К сожалению, это был совершенно обгоревший человек. Лежал он на животе. Остатки вещей, если так можно назвать, вещей там практически не было. То есть он был полностью сгоревший, обугленный. Вот, значит, ребята, которые с ним, по-видимому, работали на крыше, они полили его водой, перевернули, значит, ну, пробовали. По-видимому, он на тот момент, он еще был жив. Неподалеку лежит оборванный высоковольтный провод. По предварительной версии, именно от этого кабеля пострадавший получил разряд огромной силы. Тут производились ремонтные работы на крыше. И люди с сайдингом металлическим приблизились на недопустимое расстояние к линии. Это линия 110 тысяч вольт, которые на расстоянии ближе полтора метра запрещаются вообще приближаться. Сразу после обрыва высоковольтного кабеля начался пожар, рассказывают очевидцы. Помимо крыши загорелась газовая труба. На ней и стене видны следы огня. Да, когда все взорвалось. И когда парня поразило током. Она загорелась. Загорелась крыша, загорелась труба, загорелись вот эти провода. Оно пошло к трубе. Вон, видите? Посмотрите сюда. Вот еще. Десятки очевидцев стали вызывать экстренные службы. Газовую, полицию, ГСЧС, скорую. Медики увезли пострадавшего парня в больницу. К сожалению, там от полученных повреждений он умер. В полиции произошедшее квалифицировали как несчастный случай. Александр Полуев, Игорь Казанжи, 7 канал. 15 лет потопов. На улице Троллейбусная вчера затопило 18 частных домов. Уровень воды поднялся до 2 метров. Местные жители, говорят, на протяжении многих лет борются со стихией самостоятельно. Ведь в этом районе отсутствует ливневая система. На место выехал и глава области Михаил Саакашвили. Вы понимаете, нету ни ливневой системы. Уже просим пробить. Ну, пожалуйста. Ну, раз случай был. Второй раз случай был. Все равно. Все на месте. Улица 21 век. Нету даже канализации провести. Не можем добиться. Нету ливневой системы. А вот и просто не разрешают. На улице Троллейбусной подтопило 18 жилых домов. Больше всего не повезло жителям 24-го. Семье Ольги Нестеренко пришлось на время перебраться к соседям, так как их жилище полностью затопило. Испорчены мебель и техника. Погибли даже домашние животные. Когда люди смогут вернуться в свой дом, пока неизвестно. Нас просто затопило в течение получаса. Просто мы не успели даже собрать ни вещи, ни одежду, ничего. Я взяла ребенка на плечи и просто вынесла вот так воды. Просто вынесла ребенка из дома. У нас просто вот больше трех метров воды. Вот вы все видите. Во дворах плавает мебель и детские игрушки. Местные жители говорят, такая ситуация после каждого сильного дождя. Но в этот раз совсем критическая. Кажется, что даже утки в шоке. Куда бы люди ни обращались, никто не слышит. Коммунальные службы не спешили и на этот раз. Вызвали еще утром, а приехали они только к шести вечера. Глава области Михаил Саакашвили вызвал следственную группу и попросил завести уголовное дело. Я хотел глубину проверить. Глубину проверить. Глубоко. Сейчас я вызвал управление полиции. Пусть возбуждают дела. Пусть возбуждают дела на чиновников мэрии. Пусть возбуждают дела на всех жадных ответственных лиц, из-за холодности которого тут постоянно бывают наводнения, постоянно есть угроза жизни людей и их имуществ. Спасатели продолжают откачивать воду до сих пор. Местные жители говорят, на это уйдет не меньше недели. Яна Нестеренко, Алексей Барановский, Седьмой канал. Приехали в Одессу поднимать отечественное виноделье, остались без машины. В Аркадии в яму провалилась легковушка. Произошло это во время вчерашнего ливня. Сергей Бандур далее. Одесская Аркадия продолжает уходить под землю. Во время очередного дождя в огромную яму провалилась легковушка. Второй ливень, вторая провалившаяся машина. КПД дороги 100%. Виталий и Екатерина ехали из Киева в Болград. Переночевать решили в Одессе, в одном из отелей на берегу моря. Здесь их и застал ливень. Когда попытались продолжить путешествие, маршрут оказался неожиданно коротким. На Аркадийской аллее, прямо за аквапарком, их машина попала в громадную яму и затонула. Проезжали, видели канализацию, люки, была вода. Мы держались в правой стороне и вот вбали в яму. Их машина здесь не первая. Во время прошлого ливня в обвал ушел припаркованный на ночь внедорожник Митсубиси Паджеро. В этот раз все могло быть намного трагичнее. Люди не погибли чудом. Одразу начала вода набираться. Вот мы встегли выбраться и буквально за несколько минут машина погрозилась. Вокруг провала нет ограждений. Разметка и дорожные знаки на условной парковке тоже отсутствуют. Как здесь ориентироваться приезжим туристам, непонятно. Состояние жахливое. Ну, где-то дороги делают, но вы видите, данный участок вообще аварийный. Никаких знаков, попередженных линий. Вдобавок ко всему, напуганным и продрогшим киевлянам пришлось полтора часа дожидаться скорой. За все это время администрация парковки даже не попыталась оказать им помощь. Зато обвинила, что в аварии виноваты они сами, мол, ехали по встречке. Приехавшие на вызов копы оформили ДТП. Правда, со слов пострадавших, инцидент уже пытаются замять. Сергей Бандур, Игорь Казанжи, 7 канал. Жители Затоки сегодня заблокировали местный совет и перекрыли дорогу в Одессу. Так они протестуют против владельца набережной в поселке. По их словам, он хочет выбрать секретарем постсовета своего человека. На место выехал прокурор Одесской области. Он заявил, что сейчас эту должность законно занимает лишь один человек – Наталья Вернигора. Будет безопасна нормальная работа селищной ради. Доступ к каждому жителю так же будет безопасен. То есть, со всеми проблемами и вопросами, которые будут обратиться к селищной ради, и будут приниматься службовыми особами. Что касается деятельности керевництва селищной ради, на данный момент службовая особа, которая имеет право подписи и подать документы, в том числе и до органов казначейства, будет свою работу здействовать. Отповедные выплаты, как за коммунальные послуги, так и за зарплату коммунальным закладом будут проведены. Сейчас ситуация тогда, когда нужно подписывать документы. Это сейчас сделаю я, а дальше будем мы громадой, все сами решать, кого мы будем выбирать, каких депутатов, все остальное. Благодарю всех. В любом случае, давайте мирно жить. Я вас прошу, нам нужен мир. Я напомню, вчера общественники из-за Токио были у прокурора Одесской области Олега Жученко, просили помощи и защиты от рейдеров, а еще жаловались на то, что работа поселкового совета блокируется, из-за чего не выплачивается зарплата бюджетникам. Фильм «Память солнца» выиграл конкурс Госкино. Уже скоро Одесская киностудия получит от государства 14 миллионов гривен. Эти деньги пойдут на создание исторической драмы «Память солнца». Фильм о зарождении Одессы продолжат снимать следующей весной, а на экраны он выйдет ближе к Новому году. Общий бюджет картины – 28 миллионов гривен. Помимо денег государства, создатели фильма рассчитывают на средства самой киностудии, а также инвесторов. На протяжении многих лет киностудия воспринималась как предприятие, которое в принципе не может снимать кино самостоятельно, в лучшем случае может быть кинообеспечивающим предприятием. Сегодня мы получили господдержку, сегодня мы опять вернулись в ряд кинопроизводителей. По итогам конкурса Госкино может внести в программу производства и распространения национальных фильмов 48 кинопроектов. Общая сумма господдержки на 2016-2017 годы составит 480,5 миллионов гривен. На Канатной появится первый социальный ресторан, еще и с лектори. 70% прибыли заведения будут направлять на реализацию общественных инициатив. Откроют его 300 одесситов. Для этого каждый из них вложит по 1000 долларов. Собранные средства пойдут на ремонт и обустройство помещений в здании, где в 1898 году располагалась водолечебница докторов Рабиновича и Ясиновского. Каждый человек, кто захочет принять участие в данном проекте, он подает свою кандидатуру через сайт. Мы собрали уже 40 основателей, которые поддержали наш проект первоначально. Мы уже начали встречи, а также начали собирать вступительные взносы и подписывать договора, потому что все юридически должно быть оформлено верно. Детальнее о проекте необычного социального ресторана смотрите в сюжете Екатерины Лапицкой уже в эту субботу в итогах недели. Итоги подведем, как всегда, в 20 часов. Я напоминаю, следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте, в твиттере и социальных сетях. Увидимся скоро. Не переключайтесь. Продолжение следует...